В честь уроженца села Ирининской, героя Советского Союза Василия Молокова, в 1934 году населенный пункт сменил свое прежнее название на Молоково. Хорошо, чтобы не забывают своих предков, не забывают своих героев и каждый год отмечают лучше и лучше. В 84-й день рождения жители сельского поселения отметили красиво и со вкусом. Театрализованное представление во всех красках рассказало об истории Молковского флага. В яркой постановке приняло участие более ста маленьких местных жителей. А цветом золота на плаге отразились величия с трудом объединились. Зрители с интересом наблюдали за ожившим флагом. Директор Молковского дома культуры «Буревестник» Неля Обзялова рассказала, что они, организаторы, очень старались, чтобы праздник получился интересным и красивым. Я думаю, что люди с большим удовольствием приходят на наш праздник и каждый находит для себя что-то интересное, веселое и, конечно, подчеркнув впечатляющее. Ожидания организаторов оправдались. Публика могла не только следить за происходящим на сцене, но и играть с детьми на оборудованных аттракционах. День сельского поселения – возможность собраться одной большой семьей. Молковская земля богата своими традициями, своей историей. Но, знаете, самое главное богатство Молковской земли – это, конечно же, люди. Это те люди, которые своим трудом, своими подвигами, ежедневным трудом прославляют свой родной край, делают его краше день ото дня. После торжественной части начался праздничный концерт. Мать и сын Светлана и Дима Песоченко пришли на День села, чтобы встретиться со старыми друзьями. Здесь встречаются знакомые, всеместные и приезжие жители. Вообще, большая благодарность нашей администрации, что они последние годы стали организовывать такой праздник. Мне этот праздник понравился, потому что там очень хорошо люди боятся, как это такое. Хороший праздник, но мне он очень нравится. Каждый, кто побывал на празднике, будет вспоминать в череде событий уходящего лета и этот славный день. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова